привет это denis канал кратко про албанию друзья про безопасную покупку квартиры в албании 5 полезных советов итак первое друзья мы не рекомендуем связываться с проектами которые строятся которые в стадии строительства почему потому что есть очень большая вероятность того что эта стройка ну скажем так очень сильно затянется или вообще заморозится вот например как вот это здание видите да вот это здание в таком состоянии стоит уже не первый год то есть кто-то вложила деньги здесь я вижу очень много тысяч тонн бетона и вот она стоит да друзья к сожалению в моей любимой албании не только в албании то в принципе на балканах есть такая проблема существует достаточно много вот этих вот замороженных стройка поэтому друзья чтобы не опростоволоситься и не остаться без квартиры без денег не влезать и в такие проекты а это друзья еще один памятник тому что не нужно в албании как и на балканах вкладываться в стройку вот это здание стоит здесь тоже не первый год и кто-то сюда вкладывал денег деньги какие-то надежды мечты а получилось так как получилось поэтому друзья не вкладывайте стройку следующий совет совет номер два друзья не покупайте недвижимость жилую на которой нет сертификата даже если застройщик вам обещает или риэлторы вам обещают что еще месяц полтора-два и вы железно получите сертификат друзья с этим связываться не стоит потому что получение сертификата может затянуться ну далеко не на один год и в албании достаточно много домов домов которых давно живут люди там висит белье детские коляски горшки в цветах на балконе и все хорошо но например на дом нет сертификата да а дом друзья полностью населен с интернетом семьями там с парковками все все совершенно замечательно вот почему почему это важно друзья албанцев это не сильно беспокоит потому что им есть где жить но для переселенцев или для инвесторов это очень важно конечно в объявлениях такие дома которые не в собственности и которые без сертификата они могут стоить на 30 процентов дешевле чем дома с документами и может создаться впечатление что рынок он вот такой а не совсем так для тех кто не смотрел мои ролики отдельно скажу что сертификат это право на собственность без сертификата фактически человек не владеет недвижимостью соответственно почему это важно для переселенцев потому что без сертификата вы не можете претендовать на внж у вас не будет регистрации к этому к этой квартире вы не можете привязать бизнес там банковские карты и так далее то есть фактически человек владеет ничем друзья третий совет друзья не слишком доверяйте объявлениям из интернета всевозможным ссылкам даже если в вашей стране развита вот эта культура выбора и подбора квартиры через интернет безусловно риэлторы делают очень качественные объявления очень такие продающие с хорошими фотографиями ну например мебели в квартире до или с фотографиями горшков с цветами на балконе при этом друзья мало кто публикует фотографии ну скажем мест общего пользования да то есть какой там лифт в этом доме какой фасад в этом доме что происходит снаружи этого дома да может быть что дом будет например вот такой видите да или а может быть например вот такой видите да вот в таком состоянии с трещинками немножко правда он уже успел зарасти местами до в объявлениях не будет например качество покрытия этой подъездной дороги видите да ну и также в интернетных объявлениях вы ну скажем так не можете скажем унюхать чем там пахнет в подъезде на лестничной клетке вы не можете увидеть что представляет собой соседи если там администратор в доме поэтому друзья не доверяйте интернет объявлениям следующий совет совет номер 4 если вы хотите купить хорошую выгодную беспроблемную квартиру то друзья будьте будьте здесь поскольку когда здесь на рынке появляется какой-то хороший выгодный беспроблемный объект он очень быстро продается либо среди албанцев среди местных либо расходится почти мгновенно среди тех приезжих которые здесь сейчас ищут ищут эти квартиры внутри страны и до интернет публикаций вот такие хорошие лакомые кусочки они друзья не доходят ну их их даже никто не публикует и срок жизни на рынке таких квартир может быть один час то есть достаточно одного двух или там трех показов чтобы квартира была уже забронирована поэтому друзья будьте здесь безусловно удаленный подбор квартиры или удаленная сделка она кажется удобней что можно все сделать удаленно но друзья скажем так это кот мешке потому что вы не видите то что вы покупаете и ваше ощущение даже самый крутой специалист он не может заменить особенно если этот специалист финансово заинтересован в вашей сделке в конце концов друзья вам ничего не мешает приехать на две-три недели отдохнуть в албании поплавать в море и заодно ознакомиться с рынком недвижимости то есть провести время в отелях в бассейне например с детьми с хорошей кухней и возможно выбрать себе хорошую недорогую выгодную квартиру в албании пятый совет друзья сотрудничать с хорошим агентством недвижимости они достаточно хорошо знают местный рынок этих всех квартир и домов и они не жадничают и у них хороший выбор вот этих вот от объектов они как правило не делают акцент на том чтобы в большом количестве публиковать свои объявления они хорошо работают и у них достаточно большой поток клиентов поэтому у них есть возможность предоставить вам хорошие недорогие апартаменты эти апартаменты могут вас дождаться как правило эти агентства недвижимости они не широко известны в интернете их порой даже сложно найти но и в этом есть большой плюс из того что немало известны в интернете друзья то во первых и ценники у них очень даже хорошие я бы сказал албанские это первое а во вторых в силу отсутствия большого потока рекламы до хорошие объекты у них задерживаются и они могут вас дождаться если вам нужно больше информации про подбор проверку квартир про подводные камни связаны с недвижимостью в албании то вы можете зайти на плейлист который называется недвижимость в албании да вот здесь он будет висеть вот и его изучить друзья на сегодня все подписывайтесь чтобы получать свежие ролики ставьте лайк чтобы машина youtube и продвигали наш канал и успехов